Марина Серова. «Круто закручено». Издательство «Научная книга», 2001 год. Глава первая. Я сидела в машине, откинувшись на спинку, с тоской жевала холодные пирожки и внимательно слушала. До чего же я не люблю холодные пирожки? И до чего занудную работу нам, частным детективам приходится иногда выполнять. А еще говорят, что мы дорого берем. Да за такое надо платить в три раза больше, а молоко за вредность выдавать два раза в день. В наушниках назойливо жужжали голоса, доносились звуки шагов, обрывки каких-то разговоров, какой-то непонятный гул, какой-то непонятный скрин. В отчете я такое называю «нормальный рабочий шум большого магазина». И весь этот нормальный, а по сути дела совершенно ненормальный шум перекрывал голос, ставший мне за два дня непрерывной слежки настолько знакомым, то я, кажется, запомню его теперь на всю оставшуюся жизнь. Сейчас голос произнес. «Девушка, мне этот комплект покажите, пожалуйста». Нет, нет, не этот, а тот, который справа. Розовый в крапинку. Розовый ей хочется посмотреть. И обязательно, чтобы в крапинку. Интересно, в какое отдел ее сейчас занесло? Вообще, давая согласие следить за ней, я никак не ожидала, что эта энергичная дамочка будет метаться по магазинам с таким упорством и такой скоростью. Похоже, она решила побывать везде, куда только может вступить нога покупателя. И времени она не щадила, ни своего, ни моего. Ее, кажется, интересовало все. В посуде и тканях она проводила столько же времени, сколько в сувенирах и товарах для новорожденных. Она разглядывала, щупала, приценивалась, но ничего не покупала. Более того, ничего она в этих магазинах покупать не собиралась. Я это поняла еще вчера. Мысль назначить встречу для передачи информации в каком-нибудь достаточно людном отделе супермаркета была неплоха и довольно легко осуществима. Так что я следовала за моей подопечной как тень, а магнитофон записывал каждую ее фразу, каждое слово. Но ни одной подозрительной встречи, ни одной подозрительной реплики я выделить не могла. Причем я уверена, что о слежке она не подозревала. То есть дамочка вполне могла предположить, что за ней следят и поэтому соблюдала чрезвычайную осторожность. А моей скромной особе, ручаюсь в этом, она не имела никакого представления. Я ни разу не подошла слишком близко, ни разу не встретилась с ней глазами, а если мы встретились пару раз за эти два дня, она все равно меня не запомнила. В моей машине имелся в запасе небольшой гардероб, так что я имела возможность постоянно менять шляпки, кофточки. Первое и главное, что видит женщина. Спросите у женщины, какие глаза у ее собеседницы, и она затруднится ответить. А вот шляпку опишет со всеми подробностями. Бориса Витальевна действовала весьма профессионально. Есть такой испытанный прием. Если ты считаешь, что за тобой следят, веди самый активный образ жизни. Например, ходи по магазинам, по базарам, будь постоянно в толпе, обменивайся репликами с незнакомыми людьми. Усыпляй бдительность того, кто следит за тобой. А когда он привыкнет к этому твоему мельтешению, скройся и при малозначительном контакте передай своему контрагенту нужную информацию. Меня от всех дамочкиных шпионских приемчиков злость брала. Это она меня хочет перехитрить. Меня, знающую все подобные фокусы на перечет от первого до последнего. Сегодня я решила дать себе небольшую передышку. Села в машину, сбросила туфли, вытянула ноги и устроила скромный обед. Да, я, естественно, все это время продолжала аккуратно пасти. Микрофон работал безотказно. Магнитофон записывал, а я, уничтожая предусмотрительно захваченные с собой пирожки и запивая их горячим кофейком из термоса, внимательно слушала. И ручаюсь, что за все это время ни одного подозрительного звука, ни одного слова, которое могло бы послужить хоть чем-то вроде пароля, ни одного неоправданного шороха не было. Так что работала я пока впустую, и клиенту своему ничего толкового сообщить не могла. Странный какой-то на этот раз попался мне клиент. Конечно, по долгу службы я достаточно часто сталкивалась с так называемой изнанкой супружеских отношений. За несколько лет работы частным детективом меня нанимали и мужья следить за женами, и жены следить за мужьями, а также любовницы за женами своих любовников и жены за любовницами своих мужей. Любовные треугольники для меня теперь просто ерунда, примитив и прошлый век. Мне приходилось работать с настоящими любовными многогранниками. И без ложной скромности я могу сейчас сказать, что стала крупнейшим специалистом в этой области. Подобные дела, мягко говоря, не относятся к разряду моих любимых. Точнее, я эти внутрисемейные дрязги вообще терпеть не могу. Но если частный детектив будет выбирать только ту работу, которая ему нравится, то он рискует остаться вовсе без клиентов. А что ни говори, девушке надо кушать, причем желательно три раза в день. Одежда ей тоже нужна и качественная косметика, и кое-какая современная арктехника. Существуют и некоторые другие потребности. А именно, гонорары за столь нелюбимые семейные дела составляют основную долю моего ежемесячного дохода. Так вот, несмотря на то, что я хорошо знаю многочисленные сложности в супружеских отношениях, этот клиент сумел меня удивить. Явился он без предварительного звонка, весьма сухо представился, сунул мне визитку, очень приличного, кстати, качества, ламинированную с голографическим значком и изящным шрифтом на двух языках напечатанными данными. Вересов Геннадий Валентинович, директор научно-производственной коммерческой фирмы «Химсинтез», домашний рабочий адрес, телефоны. Ему почему-то не понравилось мое кресло. Оно, конечно, не итальянское, а наше, изготовленное местной фабрикой. Но кресло вполне приличное. Не раз сиживали в нем и никаких претензий не заявляли. Люди довольно ответственные. Среди них даже был, между прочим, один академик. И сидел он в этом кресле с удовольствием. А этот как-то нехотя присел на краешек, не касаясь спинки, будто боялся испачкать серый, довольно плохо сидящий на нем пиджак. И хмуро уставился на меня. Да бог с ним с креслом. Клиенту ведь и я не понравилось. Уж не знаю, чем я ему так не угодила. Мне, конечно, далеко не восемнадцать, но и тридцать будет совсем не скоро. Выгляжу я для своих лет очень даже прилично. Спортивная подтянутая фигурка, прекрасные светлые волосы. О том, чего мне стоит держать их в столь ухоженном состоянии, промолчим. Хорошая кожа, привлекательное личико, неброский макияж. Я не настаиваю на том, что все мужчины без исключения должны падать без сознания к моим ногам, но и к столь суровым взглядам не привыкла. И привыкать не собираюсь. Тем более, что сам посетитель никак не мог претендовать на титул «Мистер Вселенная». Напряженно выпрямившись, словно я предложила ему не мягкое удобное кресло, а кухонную табуретку, передо мной сидел человек среднего роста, лет сорока, с невыразительным лицом и полулысиной, обрамленной тусклыми, словно припорошенными пылью, редкими волосами. Неопределенного цвета светлые глаза и удалененный, выдающийся вперед подбородок, общего впечатления никак не улучшали. Костюмчик на нем тоже был средненький и довольно поношенный. И эта серая личность еще имела нахальство не прийти в восторг от моей внешности. Я повертела в руках жесткий прямоугольник визитки и сказала довольно сухо. «Слушаю вас, Геннадий Валентинович. Мне рекомендовали вас как человека, работающего четко и эффективно». И голос у него был какой-то каркающий. Да, встречались в моей практике клиенты и посимпатичнее. Кроме того, мне сказали, что вам можно доверить конфиденциальную информацию. Последняя фраза прозвучала скорее не как утверждение, а как вопрос. Я с достоинством наклонила голову. «Конфиденциальность есть основополагающее правило моей деятельности». «Хорошо». Он пожевал немного губами, продолжая меня разглядывать. «Должен признаться, Татьяна Александровна, я представлял себе вас несколько иначе. Но это неважно. Я сейчас нахожусь в довольно сложной ситуации. Моя жена...» Он снова замолчал. Я терпеливо ждала продолжения. «Конечно же, жена! Из-за кого же еще могут появляться у меня подобные типы? Такие вот серые полулысые приходят ко мне исключительно из-за жен». Субтитры создавал DimaTorzok